Можем начинать. Так, кто впервые? Меня зовут Макс Хиггер. Я проводник в жизни по душе. Сегодня у нас очередная интересная, важная трансляция. И что я хотел сегодня вам рассказать? Я вам хотел рассказать, как ваша жизнь может быть продолжением вашей жизненной энергии. То есть вы можете быть очень наполненным. Вы можете быть очень творческим. Вы можете быть очень самореализованным существом. Ваше тело — это некий инструмент, который проводит вашу жизненную силу. Вы являетесь источником жизненной силы. Но эта жизненная сила, она может проходить через ваше тело. Вы можете просто, ну иначе говоря, терять. Что-то может из вас её высасывать. Понимаете? То есть какие-то дела, какие-то люди. Когда вы что-то делаете такое, что не продолжает вашу жизненную силу, вы её теряете. То есть вы начинаете терять. Вы начинаете истощать. Очень часто сами себя начинаете истощать, соглашаясь с теми вещами, которые не продолжают вашу жизненную энергию. Вам понятно, о чём я говорю? Что вы являетесь, вы как бы душа, вы духовное существо. Вы источник жизненной силы, жизненной энергии. И вы можете жить по душе и продолжать свою жизненную силу. А можете жить не по душе. И там, где вы живёте не по душе, вы будете её терять. Вы будете её терять, вы будете опустошаться, вы будете высасывать сами себя, как бы лишать энергии. Вам это понятно? Вот кто с этим сталкивается, что я истощён, я устал, я живу какой-то жизнью, я не наполнен, что-то у меня какой-то низкий тонус, очень часто плохое состояние, депрессивные какие-то истории, то есть общее моё состояние депрессивное, я себя плохо чувствую, я часто болею, со мной часто происходят какие-то заболевания, часто болею гриппом, какими-то респиратурными заболеваниями. С этим люди сталкиваются. Это признаки, понимаете? Это как бы, ну как это сказать? Это то, как можно определить, определить, вы как бы живёте по душе или не живёте. Да, я себя считаю счастливым человеком. То есть это процесс, который со мной всё сильнее происходит. То есть я высвобождаю как бы вещи. Понимаешь, что со мной сейчас происходит? Я высвобождаю в своей жизни вещи, которые меня сосали, которые высасывали из меня просто мои силы. И я просто их отпускаю из своей жизни. Я просто понял, что я за них сам держался годами. Меня приучали с самого детства, скажем так, гробить свои силы, Бог знает на что, отдавать свою энергию на те вещи, которые не продолжают меня. И они меня высасывали. И вот бизнес, который я сейчас закрываю, это одна из воронок, которая высасывала меня. Понимаете? Почему я закрываю свой бизнес? Это очень хитрая история. Вам может показаться, как бы это очень странно, даже мистически, да, что вроде бы вот, ну бизнес, он даёт деньги и так далее. Но вы не видите бэк-энд. Вы видите только фронт-энд. И вы очень часто, когда вы неосознанно, вы не понимаете, что происходит. Вы не понимаете, что как бы это игра, здесь все духовные существа, здесь существуют определённые энергетические процессы. Вы живёте не просто в физическом мире, вы живёте в мире энергии. Здесь правит жизненная сила всем. Понимаете? И есть вещи, которые отнимают у вас эту жизненную силу. А есть вещи, которые усиливают её и продолжают и делают вас более наполненным. Если вы живёте себя, если вы живёте по душе, ваше тело является просто, ну скажем так, проводником жизненной силы, души. Вы как бы реализуете эту жизненную силу и чем сильнее вы её реализуете в том, что вам по душе, тем более наполнены вы становитесь. Понимаете? То есть ваше исходное состояние очень наполненное. Вы очень наполненное жизнью существо. Вы источник жизни, вы свет. Понимаете? Вы источник жизни. Но часто ли вы видите таких людей, которые переполнены жизнью, которые переполнены жизненной силой, и они настолько переполнены, что они сами наполнены и наполняют других? Часто ли вы видите таких людей? личные консультации пока бесплатные так вот это ваша природа вы понимаете вы по своей природе наполнены но вы попали во множество ловушек вам объяснили как отдавать свою жизненную силу туда куда ее не надо отдавать понимаете и существует система система которая паразитирует на вашей жизненной энергии она сосет вас понимаете и вы можете построить свою жизнь таким образом что эта жизнь будет вас высасывать она будет вас высасывать знаете такой вампиризм вас сосуд на вы даже не понимаете вы считаете что это нормально нормально жить в таком полу потухшим из истощенном больном несчастном состоянии понимаете и таких большинство вокруг поэтому вы находясь в этом большинстве находясь в этой норме вы просто не понимаете что происходит понимаете это удивительно но вы не понимаете что происходит когда вы не живете по душе когда вы сами себя насилуете когда вы заставляете что-то делать что вы не любите ради какой-то мечты знаете это так и происходит вас гипнотизируют, то есть вас загипнотизировали, и вы как бы, вы не понимаете, вот знаете, здесь какой подлог происходит? Счастье — это наполненность, понимаете? Счастье — это наполненность жизненной силой, соединенность со своим источником энергии. Это и есть счастье, когда вы находитесь в этом центре, и вы не делаете ничего, что не продолжает искреннее намерение и течение жизненной силы этого центра, но вас очень долго отлучают от этого центра, и вы начинаете делать какие-то вещи, которые не согласуются с вашим центром, не согласуются с потоком жизненной силы. И таким образом, как бы, происходит прерывание, как бы, отрывание вас от самих себя, от вашего жизненного центра, и вы начинаете тухнуть, постепенно становиться всё менее-менее энергичным. Иначе говоря, кому-то делать, что не согласуются с вашим жизненным центром, и вы начинаете терять энергию там. Вы начинаете часто общаться с людьми, с которыми не надо общаться. Вы что-то делаете, что не надо делать. Вы часто живёте там, где не надо жить, понимаете? И вы потухаете, вы затухаете в этом всём, вы засыпаете, как бы, да, обестачиваете сами себя. И знаете что? Вы надеетесь через это, через всё это прийти к какому-то счастью потом, которое вам рекламируют, внушают, да, то есть такой гипноз, гипноз, гипноз. Вам внушают, что счастье где-то там, иди туда, иди туда. И в этот момент вы идёте туда куда-то, как эти, как лунатики, да, куда-то идёте. Идёте прочь от своего подлинного счастья, от своего подлинного центра духовного. Что, при чём здесь дети, как же дети? Нет никакого противоречия с вашими семьями, с вашими детьми. Мы не говорим о ваших детях, мы говорим о состоянии вашего ума, о том, как вы живёте. Дело не в том, что у вас есть дети или нет детей. Дело не в этом. Дело в том, что вы не понимаете, что происходит. Дело в том, что вы не понимаете, что происходит. Вы живёте в какой-то жизни, в которой вы живёте, Предаёте себя, предаёте свою энергию, предаёте своё счастье здесь, сейчас. И объясняйтесь сами себе это чем-то потом. Какими-то там будущими своих детей, например. Вашим детям не нужно, чтобы вы переживали по поводу их будущего. Всё, что нужно вашим детям, чтобы вы их любили. А это в вашей природе, любить ваших детей, любить своих близких. Но это возможно только, когда вы живёте по душе. Когда вы реализуете подлинный свой центр. И это не противоречит деньгам. Когда вы движетесь в направлении своего потока, своего счастья. Это не противоречит деньгам, наоборот. Там-то только вы и сможете чего-то действительно заработать по-настоящему. Но вы продаётесь за гроши и идёте туда в какие-то системы, которые высасывают вас. Они паразитируют на вас и сосут ваши силы. Понимаете? То есть вы ходите туда, где вы теряете энергию. Вам это понятно? Вы занимаетесь тем, что сосёт вашу энергию. Не даёт вам энергию. Не продолжает вашу энергию. Вас потребляют. Вы это понимаете? Вас высасывают просто. Вы работаете где-то на нелюбимой работе. Вас используют. И платят вам какие-то небольшие деньги. Понимаете? Если вы там не радуетесь, не чувствуете этот внутренний свет, самореализацию, уходите туда и зарабатываете свои деньги, и вы отдаёте свою энергию за эти гроши, и не чувствуете самореализации. Вот когда начинаешь заниматься рейки, а это первое, с чего я начал, тогда ты понимаешь, что такое проводник жизненной силы. То есть рейки – это первый опыт. Какая разница? Хоть задорого. Тебя высосут задорого. Ты получишь много денег, но ты останешься безжизненной силы. Ты будешь безжизненный. Понимаешь? Ты пустой будешь. Ты что, не знаешь эти истории? Люди, которые заработали миллионы, и они пустые. Они употребляют наркотики, живут распутной жизнью, и у них пустота. Они полутрупы, знаешь, такие. Тебе кажется, о, это круто. У них там яхты, миллионы. А ты не понимаешь, что они пустые. Но ты можешь увидеть человека, у которого нет миллионов, который живёт на скромные деньги, но он так наполнен, он так счастлив. Он переполнен жизненной силой. Вокруг него люди, которые радуются вместе с ним. Ты не понимаешь, о чём речь идёт? Ты понимаешь, что ты можешь оценивать абсолютно не то. Ты можешь оценивать материальные какие-то... Ну, как это сказать? Ты можешь материю оценивать. Ты можешь быть бессознательным и оценивать материальные вещи. Ты можешь просто быть в таком состоянии, когда ты не чувствуешь. Ты не чувствуешь подлинные ценности. Подлинная ценность — это твоя наполненность, жизненность, энергичность, которая отвечает за твой уровень счастья. Насколько ты сам с собой соединён. Вот это подлинное. Насколько ты жив. Вот это подлинное. Насколько ты жив. А как ты можешь оценить это по каким-то материальным вещам? Причём здесь в моей семье гармония? Нет, в моей семье не было давно гармонии. Ну, как бы... То есть там была достаточно долго гармония, а потом я понял, что оно начинает потихонечку расходиться всё. То есть я долго, как бы опять же возвращаясь вот в то, о чём мы говорим, чувствовал взаимообмен. Я чувствовал наполненность в этом. А потом я начал чувствовать, что я здесь только теряю. Нет, семья — не показатель. Семья к твоему счастью не имеет никакого отношения. Слушай, услышь меня, пожалуйста. Просто твое счастье зависит от твоей жизненной силы. Понимаешь? От твоей жизненной силы. Эта жизненная сила твоя. Она не принадлежит никому. Это твоя жизненная сила. Ты можешь общаться с кем угодно. Если у вас естественный энергообмен. Если ты встречаешься там с девушкой или с мужчиной, и вы друг друга наполняете. Понимаешь? Я не говорю, что все богатые пустые. Я тебе говорю, что прежде чем оценивать кого-то, тебе важно научиться смотреть правильно на то, что ты видишь, и чувствовать. Не оценивать внешние показатели. Истина внутри тебя. Истина внутри тебя. И ты ее чувствуешь. Ты и есть истина. Понимаешь? Истина — это источник жизни внутри тебя. Жизненной силы. И если ты становишься все более счастливой, все более наполненной, все более радостной, ты живешь истинно. А если ты высосанный, пустой, если твоя жизнь — это надежда на будущее, ты отходишь от истины. Ты бежишь за какими-то фальшивыми, иллюзорными вещами. Ты не находишься в контакте с истиной здесь, сейчас. Понимаешь? Вот мой месседж тебе. Истинно ли ты двигаешься в жизни? Или не истинно? Это показывает лишь твое внутреннее состояние. Насколько ты счастлив. Насколько в твоей душе покой. Насколько гармония царит внутри тебя. Насколько ты наполнен. Понимаешь? Насколько ты переполнен жизненной силой и радостью. И насколько ты реализуешь в жизни лишь то, что продолжает твою жизненную силу. Насколько ты проводник. Насколько не ты, а точнее, твое тело. Насколько твое тело является исключительно проводником счастья и жизненной силы в твоей жизни. Но твое тело может как бы действовать асинхронно с тобой. Понимаешь? Вот удивительная вещь. Такое есть только у человека. Ум, то есть ум, определенная часть, как бы, но она близка к телу, скажем так, она близка к телу. Она может стать автономной. Она может захватить власть, как бы, внутри тела. Понимаешь? Тебя могут загипнотизировать, иначе говоря. Но это не совсем, как бы, автономно. То есть, духовное существо создает ум. Но духовное существо может поверить в какие-то неневежественные, неправильные идеи и дать им силу. И эти идеи захватят его, поработят. Понимаешь? И начнут, как бы, и ты начнешь действовать в направлении этих идей, а не в направлении себя подлинного. Ты можешь реализовывать какие-то образы, идеи, представления, вопреки того, что они не продолжают больше тебя подлинного в настоящем моменте. Понимаешь? И ты начнешь терять энергию в этом. Ты начнешь быть обесточен, несчастен. У тебя какие-то глупые вопросы абсолютно. Я могу создать свой мир. Мы сейчас разве об этом говорим? Мы не говорим о том, можешь ли ты создать твой мир или нет. Мы говорим об одной вещи. Ты наполнен, ты счастлив. Твоя жизнь — это продолжение твоего счастья и радости? Или ты истощен? Ты погружен в какие-то иллюзии? А ждешь какой-то мир завтра, который ты создашь, и там, где ты порадуешься, ты уже находишься в своем мире. Понимаешь? Ты прямо сейчас находишься в своем мире. Уже все тебе доступно. За исключением того, что ты можешь просто, скажем так, быть под влиянием каких-то вещей, которые высасывают из тебя твою силу. И поэтому ты, не распознавая эти вещи, надеешься на то, что ты создашь какой-то идеальный мир завтра. Это и есть та система, которая сегодня сосет из тебя жизнь. Понимаешь? И тебе нужно распознать это. Я не очень хорошо к ним отношусь. Нет, я в Москве сейчас. Вот смотри, есть один показатель. Есть один показатель. Первое, первое. Если ты начинаешь общаться с каким-то наставником, с каким-то тренером, с каким-то учителем, есть несколько показателей, как тебе понять, этот человек, он помогает твоей жизненности или нет. Первое, он тебя делает независимым. Он тебя освобождает. То есть он тебя не привязывает к себе, не пытается присадить на себя, чтобы ты нес деньги снова, снова и снова. Он тебя освобождает. Это первый момент. Второй момент. Он тебе не обещает ничего в будущем. Он ничего тебе не обещает. Он тебя не ведет в завтра. Он тебя возвращает к себе подлинному. Здесь и сейчас. Он тебя просто вправляет в себя, как бы, понимаешь? То есть он тебе помогает воссоединиться с собой. Религию, воссоединение, воссоединиться с собой. Знаешь, это второй момент. Третий момент. Ты чувствуешь рядом с ним себя счастливым, наполненным, расслабленным, ненапряженным. Понимаешь? Он тебя как-то расслабляет. Он тебя возвращает в себя. Ну вот как бы если возвращаться к первому, да? И вот смотри с этой точки зрения. Что движет тем человеком, который пытается тебя обучать, пытается с тобой работать? Что им движет? Им движет выгода, может быть, алчность? Что им движет? И что ты получаешь от него? Насколько, отсоединяясь от него, ты продолжаешь, ну, как бы, вот, всё лучше и лучше чувствовать себя. Понимаешь? Большинство тренеров тебя ведут в какое-то счастливое завтра. Я тебя возвращаю в твоё счастливое настоящее. Любой мастер... Мастер отличается от учителя тем, что он тебя ничему не учит. Он ломает и он, скажем так, тебя возвращает в настоящее и ломает всё ложное. Понимаешь? То есть тебе не надо много-много-много узнавать для счастья. Счастье — это подлинное состояние. Ты возвращаешься в себя, в свой источник жизненной силой и начинаешь жить оттуда. Ты и так умеешь от рождения, от природы это. Это в тебе заложено, это твоё естественное. Тебя нельзя этому научить. Тебя можно просто к этому вернуть. Поэтому вот с этой точки зрения оценивай людей. Приближает ли тот тренинг, то обучение, которое ты проходишь, приближает ли оно тебя к самому себе? Или тебе нужно кем-то становиться? Опять какие-то изучать технологии, где себя надо давить, в какие-то результаты. Понимаешь? Начинай распознавать подлинное. Подлинное оно тебя переполняет, наполняет, возвращает в себя. Ты себя всё лучше чувствуешь, ты всё больше приходишь в себя. Ты больше обнаруживаешь, что здесь и сейчас ты всё более радостный, всё более свободный, всё более наполненный. Это признаки того, что ты движешься туда. Ну как бы, точнее, не туда, а ты сюда движешься. Понимаешь? Нет ничего, кроме настоящего. Нет никакого завтра. Пойми простую истину. Будущего не существует. Всё будущее – это твои мысли просто. Ты можешь думать о завтра сколько угодно. Но это думание всё происходит здесь и сейчас. Поэтому никакого счастья завтра никогда не было и не будет. Тебе надо не завтра достичь какой-то счастья, вернуться в настоящий момент, воссоединиться с источником жизни, не предавать его и жить из него, и не позволять высасывать из себя каким-то системам, каким-то вещам вокруг твою жизненную силу. Понимаешь? Двигаться в направлении своего потока. Если ты будешь это делать, ты будешь чувствовать, что этот поток, он будет всё шире, шире, шире. Ты будешь переполнен. Ты будешь счастливый изнутри. Безусловно счастлив. Это твоё состояние. Безусловное счастье. Ананда – блаженство бытия. Это воссоединение со своим высшим Я. Ну, это как бы не твоё высшее Я, это ты и есть подлинный. А большинство людей сейчас, они как бы оторваны от себя. Они смотрят в другую сторону. Они смотрят в будущее. Они идут к каким-то иллюзиям, миражам завтрашнего счастья. И в этот момент они находятся в ситуациях, в системах, в каких-то обстоятельствах, которые высасывают их силу. Понимаешь? Это удивительно. Все заинтересованы, чтобы тебя использовать, как батарейку просто, в своих целях. Твоя задача – прекращать эти вещи. Нельзя давать себя использовать, помимо искреннего намерения, своего подлинного источника, своего подлинного намерения. Рейки – это как раз та вещь, которая тебя начнёт воссоединять с твоим подлинным источником жизни. Потому что рейки – это энергия твоего подлинного источника жизни. Иначе говоря, когда тебе дают настройку рейки, это мощный заряд, который прошибает как бы вот определённые эти блокировки. И всё, что происходит, восстанавливается. Сначала очень небольшая связь, но достаточная связь с твоим подлинным центром. Из этого подлинного центра начинает идти эта универсальная жизненная сила. И ты начинаешь наполнять себя ей. И она начинает идти. Это бесконечный источник. Он начинает идти, он начинает наполнять тебя. И он начинает растворять всё это, вот то, что накопилось, всю эту ложь. Понимаешь, этот внутренний свет, он начинает проникать и всё это растворять. Естественно, ты начинаешь пробуждаться. Эта маленькая как бы верёвочка, эта ниточка из твоего подлинного центра, она начинает расширяться. И как говорят в рейке, твой канал рейки начинает расширяться. И в какой-то момент ты шире, 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 и ты больше в этом, ты больше, ты больше. Твоя чувствительность повышается, ты пробуждаешься. Ты пробуждаешься в себя подлинного, ты начинаешь обнаруживать, что рейки – это не какая-то энергия откуда-то, это ты и есть, это твоя жизненная сила. Это твоя божественная, вот эта универсальная энергия, это твоя жизненная сила. А ты и есть это, это божественное существо, ты и есть оно. Тебя просто поработили, ты просто уснул. Понимаешь, ты не проживаешь себя. И рейки – это один из способов восстановить это. И с этого начался мой путь. И я благодарю, что такая возможность была в моей жизни. На этом всё. Я надеюсь, опять я вам донёс, что вовсе нет никакого счастья завтра. Счастье – это то, что скрыто внутри вас. Вы оторваны от этого источника жизни и живёте в жизни, которая просто не продолжает ваш источник. Поэтому вы живёте несчастно. Это не связано ни с семьёй, ни с детьми, ни с партнёром, ни с работой, ни с чем не связано. Единственное, что вам важно – откопать себя подлинно, восстановить эту связь. Когда вы восстановите, тогда вы своё счастье, свою энергию, свою любовь можете вносить во всё. Но только если оно туда естественно вносится, течёт. Понимаете? И здесь никакое насилие не применимо. Если вы что-то не чувствуете, ваша энергия не движется куда-то, вам не надо туда двигаться просто. И для того, чтобы что-то с этим сделать и обойти это, существует множество вещей, через которые вы проходите, чтобы вас запрограммировать, делать то, на что у вас нет энергии. Понимаете? И вас долго-долго приучают. делать то, на что у вас нет жизненной силы. Так вы начинаете её терять. Понимаете? Если вы не продолжаете свою жизненную силу, но что-то делаете, вы начинаете терять. Начинаете отрываться. Начинает всё искажаться. Вы сами себя опустошаете. Становитесь пустые и несчастные. И несчастные. Так что вот подумайте об этом. На этом всё. Пока. Продолжение следует...